Здравствуйте! Очередной выпуск новостей от Приан будет посвящен динамике цен в Европе, суете вокруг выдачи кипрского ПМЖ, а также очередному вебинару по актуальной тематике гражданства Турции. Самые громкие новости в нашей сфере последние 7 дней приходили с Кипра. В стране решили поменять правила предоставления ПМЖ по ускоренной процедуре, известной также как категория 6.2. Как и в других подобных случаях, сначала я бы хотел отделить слухи от реальных фактов. Что мы имеем? На данный момент заявление крупного чиновника министра внутренних дел. Господин Иоанну сказал, что некоторые положения программы, программы получения ПМЖ фаст-трак, должны быть пересмотрены. Безусловно, должны быть, это не то же самое, что будут. Речь пока идет все-таки о планах. Но поскольку они вполне радикальны, оценить их необходимо. Сначала о простом. Заявитель будет обязан ежегодно подтверждать сохранение первоначальных инвестиций. То есть, если куплена недвижимость, покажи, что ты ей по-прежнему владеешь. Сумма необходимых вложений, видимо, не меняется. Приобрести надо один или два новых объекта общей стоимостью от 300 тысяч евро. Вроде ничего страшного в этом нет. Дальше сложнее. Сейчас вместе с основным заявителем, его супругом или супругой, постоянный вид на жительство могут получать также несовершеннолетние и совершеннолетние дети, а также родители заявителей и его второй половины. В измененных правилах, если они будут приняты, список сокращен. Только муж, жена и дети до 18 лет. И вот это уже, очевидно, снизит интерес к программе. Особенно невозможность официально обустроить на Кипре уже взрослых детей. Для многих, особенно в последний год, это важное условие. А теперь то, что смущает больше всего. Заявители обяжут ежегодно подтверждать необходимый доход, получаемый за пределами Кипра. Сейчас эта сумма составляет 30 тысяч евро, но будет увеличена до 50 для основного заявителя. Увеличатся цифры также для супруги и детей. Само по себе увеличение для новых заявителей неприятно, но не фатально. Получаешь нужную сумму – участвуй в программе, не получаешь – не участвуй. Но есть два момента, которые пока остаются непонятными, а их необходимо прояснить. Первый. Как будут проверять? Это обещают делать ежегодно. Источник доходов. И какой доход кипрские власти сочтут допустимым, то есть не подпадающим под европейские или американские ограничения. Глубоко знакомый с нынешней ситуацией юрист рассказал мне, что сейчас у заявителя не возникает проблем, если он получает прибыль от сдачи в аренду недвижимости за пределами Кипра. Но это сейчас. Через год все может быть по-другому. Ведь главная страшилка – если обладатель ПМЖ не предоставит в дальнейшем правильные документы, резидентство и его, и его семьи будет аннулировано. И второй момент может быть еще более важный. Причем он определит отношение и к программе, и к кипрской недвижимости, и к Кипру в целом. А будут ли изменения в правилах получения ПМЖ иметь обратную силу? Как будут проверять и что будут требовать от тех, кто уже является резидентом Кипра? Ведь многие получали ПМЖ в надежде затем стать гражданами страны. А это процесс небыстрый, он занимает минимум 6-7 лет. И если сейчас вдруг поменяются правила, это будет реальной проблемой для тысячи тысяч человек. Сейчас любая инвестиционная и миграционная новость воспринимается нервно и рассматривается под самыми разными углами. В комментариях, особенно в соцсетях, даже если убрать совсем уж резко выросшие объемы троллинга, то даже в адекватных сообщениях смешиваются и злорадство, и оторопь, и негодование. Поэтому я призываю успокоиться и подождать. Подождать официального решения и разъяснений. По нашим сведениям, ситуация прояснится уже в начале мая. Понятно, что Кипр как государство будет соблюдать санкции. Вместе с тем, за первые три месяца 2023 года киприоты купили на родине почти 2000 объектов недвижимости. Граждане ЕС менее 500. Граждане третьих стран 1260, более трети от общего числа. Солнце и море, конечно, вечные ценности. Они есть много где. Но Кипр же выбирали по другим причинам. Поэтому нехитрая математика скорее объясняет, какую политико-экономическую задачу решают сейчас власти острова. Для всех, кого интересует недвижимость в Европе, кто хочет купить, а может быть что-то продать там, статистика Евростата и график на экране. В нем нет ничего принципиально нового, но при этом он все равно очень любопытен. На нем вы видите динамику цен за последние 12 лет. Обратите, например, внимание на резкий рост в пандемию. А в конце прошлого года кривая, наоборот, резко пошла вниз, но по-прежнему находится в положительной зоне. Это значит, за год цены в Европе в среднем все-таки выросли, но очень незначительно. При том, что динамика в первой половине года еще была высокой. А вот с четвертого квартала 2022 года цены стали снижаться в большинстве стран Евросоюза. Понятно, что в рамках трех месяцев падение не столь велико, около полутора процентов, но ничего подобного не было с конца 2008-го, начало 2009 года, то есть аж 14 лет. Заметнее всего снижение в государствах Северной Европы, плюс к ним присоединилась Германия. Более того, и в пересчете за как цены в Финляндии, Швеции, Дании упали. Рост процентных ставок и снижение спроса тому причиной. Напротив, в Восточной Европе и на Балканах рост продолжался и в четвертом квартале, хотя и незначительный. Ну а по итогам года цифры получаются весьма приличные 10 и более процентов. Это действительно интересная таблица. Еще более важно то, что тренд сейчас не переломлен. В первом квартале года нынешнего разворота не случилось. В большинстве стран Европы очень слабый спрос, а цены где-то чуть падают, где-то наоборот чуть растут. Кому интересно, в описании ссылка на таблицу. И в завершении выпуска анонс. 4 мая 13.00. На традиционном вебинаре Прян мы будем говорить о программе гражданства Турции. Для россиян и белорусов вариант уж действительно безальтернативный, если мы говорим именно об инвестиционных схемах. С начала года нет программы Черногории, с апреля закрылась Гренада. Перепетиям с кипрским ПМЖ мы посвятили большую часть этой программы. В общем, даже накануне выборов, а может как раз именно накануне президентских выборов в Турции, самое время оценить текущие правила получения турецкого паспорта. В описании к этому сюжету ссылка на регистрацию. До встречи всем мира и безопасности.